Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы говорим о том, что общего есть между тем продовольственным геноцидом, который сейчас развивается в Российской Федерации, и макроэкономической политикой правительства, политикой Центрального Банка Российской Федерации во главе с Эльвирой Набиуллиной. Да-да, вы не ослышали сейчас в пору говорить о настоящем уничтожении здоровья и жизни нашего народа с помощью низкокачественной и разоспищи, как раз в ходе нынешнего кризиса и уже Второй Холодной войны. В условиях вот этого вот нестроения нас кормят откровенные, простите за выражение, отравы, но уж если называть вещи своими именами. Это очень дешевая фальсифицированная пища, насыщенная синтетическими пищевкусовыми химическими добавками, чтобы придавать вот этому рзац привлекательный вкус и привлекательный цвет. Все, что, грубо говоря, еда, если это не отброс, то это еда и качество. То есть, дорогие мои друзья, сейчас все, что не на свалке валяется, то продовольственный товар для торговых сетей. Сегодня мы вынуждены есть мясные продукты, буквально разбухшие, тяжелые, от пропитавших их соленой воды. Или, например, кушать сыр из пальмового масла. Это то, что немцы называли рзац. Почему? Да потому, что нынешние граждане Российской Федерации слишком бедны, у них просто нет денег, у них нищенские зарплаты. Как рассказал нам Дмитрий Потапенко, торговые сети считают примерно следующим порядком. Итак, в российских бедных регионах в глубинке средний чек, средний размер покупки в торговой сети – это 240 рублей на 6 позиций, на 6 товаров. В среднем по 40 рублей. А поскольку российский потребитель очень беден, то торговые сети, пользуясь им монопольным положением, они вынуждают производителей пищевой продукции, то есть пищевиков, делать продукты и поставлять им продукты все более и более низкого качества. Вот производители и пихают туда, что называется, вот эту синтетическую химию, чтобы выдерживать вот такие низкие закупочные цены торговых сетей. Этому процессу, естественно, помогают президент и правительство Российской Федерации. Но они уже у нас «народолюбцы» в кавычках, то есть они говорят торговым сетям – держите цены, чтобы трудящийся, то есть электорат не сбунтовался, не роптал перед выборами. Но, естественно, торговые сети продолжают давить на производителей пищевой продукции, естественно, вынуждая их гнать сущую-сущую отраву, вот эти сущие ирзации, то есть то, что нас убивает. Надо сказать, что наша страна, в общем-то, сталкивается с фальсификацией продуктов ради их удешевления не в первый раз. Первый раз это было еще, наверное, в гражданскую войну. Вот тут мы обратимся к истории литературы. Был такой в 20-е годы очень талантливый, такой размахайский писатель-фантаст Виктор Гончаров. И вот в своем романе «Долина смерти», это 1924 год, еще Ленин-то, в общем, только-только умер, он описывает диалог Непмана, ну, скажем так, дельца тех времен. Зачитаем его. В 1919 году, когда в Москве перебили всех кошек, голубей и крыс, хо-хо, когда конина и собачина были лакомым блюдом, я имел особенно большой сбыт колбас, хо-хо, конечно, из-под полы, вы понимаете. Сужал своим добрым знакомым, знакомым моих знакомых, а те еще дальше. Тогда уж, конечно, вы понимаете, свинью даже дохлую достать было весьма трудно, я организовал по окрестным деревням сбор падали, всякой падали. Тут были и кошки, и собаки, и крысы, и лошади, последние редко, и дохлая птица, и прочее-прочее, вплоть до мышей. Получались не дурные колбасы, хо-хо, знаете, такого серебряного отлива, очень жирные и очень сочные. Красного мяса в них, видно, не было, зато жира, жира сколько угодно, ведь население так нуждалось в жирах. А знаете, откуда был жирок? Из червячков, батюшка, из червячков. Я всегда предпочитаю разложившуюся падаль свежий, первое почти начистое из червячков состоит белых, сочных и жирных. Как видите, дорогой зритель, в те времена колбасу делали всякой дохлятины и падали. А что сейчас делают? Как сейчас фальсифицируют продукты? Действительно, к сожалению, в связи с тем, что скакнул курс, в связи с тем, что доходы населения в рублевом выражении остались на прежнем уровне, на производителей, на торговлю идет массированное дефляционное на самом деле давление. Это на фоне инфляции, которая бьет все рекорды в нашей стране. По сути дела, с точки зрения производства идет дефляция, то есть непрерывная борьба за всяческое удешевление продукции. Тут даже сложно винить производителей, они просто выполняют тот запрос рыночный, который есть и который на них очень сильно давит. Но приводит это, конечно же, к резкому снижению качества продукта, к использованию различных фальсификатов и также к использованию, пусть и разрешенных, но дешевых и при этом очень сомнительных добавок. В частности, вот из того, что близко к нашей теме, могу сказать, что в последнее время гораздо чаще, чем раньше, стал использоваться такой краситель, как Тротрозин. Это индекс Е102, который в свое время был запрещен до 1994 года. Затем под давлением целого ряда заинтересованных лиц он был снова разрешен. И вот сейчас идет очередная борьба за то, чтобы его запретить, потому что недавние исследования выявили серьезный потенциальный вред для здоровья. В первую очередь сказывается на детях, вызывая синдром его применения, его использования, синдром рассеянного внимания, повышенной гиперактивности у детей. При этом у нас в стране этот ингредиент пока не запретили, его разрешено употреблять. Он, кстати, очень дешевый, стоит всего лишь 10 долларов за килограмм, что на себестоимость дает буквально грошовую нагрузку на единицу продукции. Делают этот краситель из отходов каменно-угольного производства. Это каменно-угольная смола, то, что остается после ее перезработки, поэтому он такой дешевый. И у нас в стране его так пока и не запретили, но единственное, что обязали производители писать на этикетке о возможном побочном эффекте, потенциальном вреде для здоровья. И действительно пишут, но многие ли потребители читают эти этикетки. Дмитрий Половинкин прав. Вот перед нами напиток, зеленый-зелененький напиток, теремок Тархун. Производитель честно предупреждает, что применяющиеся там номерные пищевокосовые добавки могут влиять на поведение и, собственно говоря, внимание детей. И могут иметь не вполне приятные последствия. Спасибо за честность. И действительно, давайте посмотрим. Кроме того, тертразином, который говорит Дмитрий Половинкин, здесь есть и Е133, синий краситель. Он применяется как раз тертразином. Он ведь также добывается из каменноугольной смолы. Очень естественный, конечно, в кавычках для нашего организма продукт. И именно он, Е133, может вызывать приступы астматиков и аллергические реакции. Но здесь же, в этом же напитке Тархун, есть и добавка Е211, бензоат натрия. Есть сообщение о том, что в сочетании с витамином С, вот этот бензоат натрия дает бензол. А это ведь канцероген. То есть, это ведь потенциальная опасность раковых заболеваний. Что же, дорогой мой телезритель, выходит? То есть, власти, торговые сети сообща давят на пищевиков. Делай нам продукты все дешевле и дешевле. Но ведь на производителей продовольствия давит и дорогой кредит. Вы сами знаете, что Эльвира, Набиулина и вообще либеральная команда, системная либеральная команда монетаристов, они специально держат большие ставки, большие проценты по кредитам, считают, что вообще кредитовать реальный сектор не нужно. И получается второе давление. Ведь производителю надо где-то брать деньги, где-то занимать в банках, а потом отдавать эти непосильные проценты. И опять же приходится экономить на производимой еде, делать все более и более скверную по качеству пищу, которая уже фактически натуральна. Что там осталось? Вы задумывались о том, что вообще, а сколько бы сейчас стоили те продукты, которые мы ели бы в Советском Союзе? То есть, из натурального мяса, из натуральных компонентов, ингредиентов. Вы знаете, ну, такие бы сейчас, такая бы с ней стоила бы, ну, например, колбаса, ну, не меньше тысячи. Та же самая дешевая вареная за килограмм, а сыр уж, ну, никак не мог бы быть дешевле 600 рублей за кило. Вы знаете, вот сейчас президент забил тревогу по поводу пальмового масла. Надо ставить этикетки, так сказать, предупреждение на этикетках, что сыр сделан там или другой молочный какой-то продукт из пальмового масла. Акцизы на него повышают. А почему сейчас русские производители, отечественные производители вынуждены вообще использовать пальмовое масло? Да потому что молока в Российской Федерации, во-первых, не хватает, а во-вторых, дороже немецкого сейчас. Я хочу напомнить, что в 1990 году тогдашняя Российская Федерация, называлась она РСФСР, произвела 55,7 миллионов тонн молока в год. А уже Российская Федерация 2015 года, то есть четверть века спустя, произвела чуть более 30 миллионов тонн, но практически вдвое меньше. При этом литр молока в РФ дороже, чем в Германии, об этом говорил наш друг Олег Сирота. Но это понятно, ведь в Германии идут дотации государства, дотации бюджета на каждый литр произведенного молока. При всей суперэффективности вот этих вот роботизированных, оптимизированных немецких молочно-товарных ферм, вообще жиротно-молоческих ферм. А власть Российской Федерации вместо того, чтобы увеличивать производство молока вдвое, как минимум, вместо того, чтобы строить вот эти вот роботизированные фермы, обучать работников, платить дотации на каждый литр, так сказать, произведенного вот этого белого товара, она же, понимаете, строит олимпийские стадионы, проходит олимпиады, вот сейчас загонит еще деньги в чемпионат мира по футболу. На круг где-то 70-100 миллиардов долларов. Но в результате вы, дорогой мой зритель, должны будете кушать совершеннейший ирзац, губить свое здоровье, ну и, видимо, смотреть там картины олимпийских побед, уже прошедших, и гордиться вот таким имиджем страны. Ну, мы с вами вспоминали про колбасу времен гражданской войны, сделанную с падали и червей. А давайте посмотрим, из чего делается современная колбаса. Вот я специально взял этикетку с колбасы докторская премиум, которая подается в одной из крупных торговых сетей. Давайте посмотрим, из чего состоят они. Ну, тогда в горданскую нас падали, утравили. А чем нас травят сейчас в современных колбасах? Справедливости ради, мы отметим, что многие из этих Е-шек, которые есть в этой докторской премиум, они, в общем, достаточно безопасны, несут на естественном происхождении. Е-407, Е-412, Е-415. Ну, вот мы натыкаемся на Е-452, полифосфаты, которые удерживают воду в самом мясе, в мясном фарше. Это смесь полифосфатов натрия, калия, кальция, натрия, аммония. А ведь они используются как компоненты еще и моющих средств. Вот Е-450, перфосфаты. Они нарушают баланс между фосфором и кальцием в организме, несут опасность отложения в почках фосфора и кальция. Они способствуют развитию остеопороза, снижению плотности костей. Вот Е-451, в скобочках. И, перфосфаты натрия. Он повышает кислотность мясопродукта, позволяя ему, его волокнам, поглощать воду, отчего масса готовой продукции возрастает в два раза. Вот понятно, зачем делается удешевление этого самого эрзаца. Это опасная добавка. Она ведь может вызвать воспаление слизистых оболочек, например, пищеварительной системы. И опять же, отложение в почках и опасность остеопороза. Она повышает уровень кахлестилина в крови. Идем дальше. Е-262. Это консерванты, ацетаты натрия. Применяется, кстати, как противоморозные добавки в легкие бетоны. Вот Е-621, пресловутый глютамат натрия, который увеличивает чувствительность рецепторов языка. Понятно, что вкус от этого и запах пищи обостряется. Но ведь глютамат натрия ведет к привыканию к тому, что твои вкусовые рецепторы уже без него не будут работать. Так что, знаете, очень-очень коварная на самом деле добавка. А кроме того, ведь глютамат натрия неблагоприятно влияет на сетчатку наших глаз. Так что колбаска, конечно, не из падаль, не из червячков. С другой стороны, много там вот такой вот синтетики, которая в нашем организме накапливается, которая приводит к не очень хорошим там изменениям. Как же изменить положение? Ну, наверное, первое решение лежит на поверхности. Именно его предлагают наши товарищи, товарищи по партии дела, создатели, учредители фирмы Биоцептика, которые используют, кстати, уникальную советскую технологию СО2-экстракции, докритической причем СО2-экстракции, вот по этому полезному содержимому лекарственных растений, специй, пряностей, кореньев. Надо заменить вот эти номерные ешки, номерные е, на естественные экстракты перца, кардамона, прочего. Сделаны из настоящих растений, никаким образом не синтезированы с правильной изомерией, привычной для нашего организма. Ну, если такая уникальная технология была в Советском Союзе, ну, почему бы ее сейчас не использовать и не производить продукты совершенно чистой этикеткой? Ну, и как альтернативу мы предлагаем не просто импортозамещение в его общепринятом смысле слова. Мы по нашему направлению предлагаем заменять импортную синтетику на отечественные натуральные добавки. То есть действовать в русле не просто импортозамещение, а скорее импортопережение, заменяя вредный синтетический иностранный ингредиент полезным отечественным натуральным. В принципе, все возможности у нас в стране для этого есть. И дело за малым, за соответствующей политикой со стороны государства, со стороны правительства. Одним из таких элементов поддержки, который бы действовал как для производителей пищевых ингредиентов, так, в общем-то, и для всей экономики, являются, конечно же, доступные кредиты на разумных условиях под невысокие проценты, которые позволяют реализовывать с их помощью длинные производственные циклы, а не только лишь короткие операции купи-продай, внутри одного месяца или одного максимума квартала, никакой другой бизнес в наших условиях, такие ставки, какие есть сейчас, это 20% и выше, не выдерживает. По сути дела, дорогие друзья, это ведь шаг пищи будущего, которая не только безопасна для вас, не только лишена вот этой сейкой синтетики, не только вкусна, она еще и целебна, полезна, функциональна. Потому что ведь все эти специи, пряности, они ведь на самом деле еще в древности об этом люди знали, облагают биологически активным целебным действиям, лекарствам. Я напомню, что перец-то, например, черный, когда-то в Европе в аптеках портовался, и наши предки действительно были правы. И вот биоцевтика предприняла смелый проект, то есть еще один шаг к созданию продовольства, пищи, которая может быть и вкусной, и целебной. Были созданы, не имеющие аналогов в мире, целебные функциональные лимонады. Кстати, в сотрудничестве с лабораторией легендарной Галины Филоновой в институте напитков. Ведь Филонова в 1970-е годы, как раз к Московской Олимпиаде 80-го, создавала своим коллективом советскую русскую альтернативу Кока-Коле. Это знаменитый Байкал с лекарственными травмами, или утраковоком и зверобоем. Но, к сожалению, эксперимент с Байкалом, все-таки страна, вернее ее власти, не довели до конца, и нынешний-то Байкал, в общем, имеет с тем Байкалом только общего названия. Тех уже компонентов того же зверобоя там давно нет. Однако пример был показан. И вот биоцевтика решила продолжить традицию, создать напитки здоровые, целебные, альтернативные вот этим популярным американскому пойлу, раствору ортофосфорной кислоты, которым можно, извините, снимать коррозию, если называется мыть полы, лучшее химическое средство. Лаборатория Галины Филоновой по заказу биоцевтики создала рецептуры таких напитков. Вот они. Лимонад с микроэмульсией экстракта ромашки, лимонад с лавандой, лимонад с экстрактом розы с добавлением орегано. Очень вкусно, мы сами, кстати, попробовали. А главное, полезно. А еще будет создан можжевеловый напиток с добавлением цедры, апельсина, имбиря и сибирской пихты. Надо сказать, что биоцевтика сделала прорыв. Она создала так называемые легкие микроэмульсии. На самом деле микроэмульсии, вот эти вот растворы, вот этих вот экстрактов жиролюбивых, они достигают их частички эмисцеллы, ну таких нанометрических размеров, она и позволяет все это растворять и в воде, и в алкоголе, делать и лимонады, и настойки на спирту, и так, и прочее. На самом деле это действительно прорыв, которого нет в мире, причем прорыв, сделанный за свои гроши, без копейки со стороны государства и с энтузиазмом. Но ведь то же самое можно сделать, на самом деле, не только с лимонадами, но и с теми же мясными продуктами. Вот те же вот экстракты, эти жидкие специи, вводить в колбасы, во все эти копчености, там, балыки, буженины, прочее. Кстати, чтобы отказаться от консервантов, ну так можно вводить туда, извините, экстракт бересты, они же ведь тоже антиоксиданты, консерванты природные, о чем мы говорили в других наших передачах. И вот, наверное, шансы для наших производителей, и для наших регионов, для наших многих губернаторов создать вот такой вот кластер, комплекс по производству достаточно дешевых, доступных продуктов с совершенно чистой этикеткой, без всяких Е. Ну давайте по аналогии посмотрим. Вот, например, Белгородская область, она же Белогорье, где мы тоже были, Рой ТВ был, они построили своего рода такую мясную столицу, мясной регион Российской Федерации. Каждая пятая тонна мяса, она, в общем, в Белогорье производится. А почему бы другим регионам, ну только Белогорю, создать вот такую вот столицу чистой, здоровой, функциональной, пищебудущего, пищи, повторяю, с чистой этикеткой, без всякой синтетической химии. Однако, что делает при этом верховная власть Российской Федерации? Ну, правительство, Центробанк, ну уж по большому счету Кремль. Вместо того, чтобы изменить макроэкономическую политику, обеспечить русскому производителю дешевые и доступные кредиты и достаточно умные налоги, правительство вводит в сущее издевательство некую систему контроля качества продуктов. Вот сейчас она готовится. Российские чинуши Роспотребнадзора, не советуясь вообще с деловыми людьми, с деловыми кругами, пишут сейчас стратегию повышения качества пищевых продуктов РФ до 2030 года. Ну, у нас стратегию всегда хватает, здесь стратегия. То есть, государство даст перечень таких разрешенных пищевых добавок, но это будут все те же химические Е, на самом деле, те же номерных Е, и будет создана некая единая информационная система, позволяющая проследить качество продуктов по всей цепочке. Ну, почитаем в газете «Коммерсант», что об этом написано. Итак, вот эта единая информационная система, которая позволит проследить качество по всей цепочке, то есть, используя буквально даже еще и радиометки. То есть, вместо сущеиздевательства, вместо того, чтобы дать реальному сектору вот те самые дешевые суды, как, не знаю, в Америке, в Европе, под 1-3% годовых, будет усиливаться контроль, тащить и не пущать. Вообще, как это толковать? Ну, читать без слез, это творение наших государственных мужей, конечно же, нельзя, потому что там все тоже традиционное. Проконтролировать, распределить, проследить, не пущать. То есть, речь идет о обеспечении продовольственной безопасности нашего государства, нашего народа, путем того, что чиновники будут что-то контролировать и запрещать. Во всей этой программе ничего не говорится о созидании, о том, чтобы создать здоровые продукты, здоровые пищевые ингредиенты, здоровые функциональные наполнители, наполнители, которые могут обогатить пищу полезными свойствами, что действительно даст не просто продовольственную безопасность, а возможность существенно повысить уровень активного долголетия, снизить заболеваемость в стране, решить одновременно много задач. Но это нужно создавать, нельзя просто писать некие запретительные документы, ожидать, что все испугаются и побегут производить здоровые ингредиенты. Если для этого нет доступных кредитов, если налоговая политика совершенно непригодна для стимулирования деятельности с высокой добавленной стоимостью, сложной производственной деятельности, если наука при этом находится в таком состоянии, что она с трудом может решать те задачи сложные, действительно сложные задачи, которые ставят живое реальное производство, ну как можно ожидать, что появится некое здоровое питание. Я думаю, что без подкрепления реальной созидательной программы вся эта писанина со стороны чиновников, все это обернется таким же пшиком, как и все предыдущие стратегии, с таким же результатом. Увы. Вот действительно, правда, Дмитрий, надо сейчас не тащить, не получать ни радиометки нужны, не всякие мертворожденные стратегии, а четкие вообще новые стандарты от государства. Вообще нужно финансирование, производство вот этой вот замены, импортной синтетики с помощью совершенно здоровых русских природных компонентов, сделанных с помощью уникальной докритической СО2-экстракции. Надо не с контроля начинать, с тотально удушающего, а с созданием доступных кредитов производителя, с толковой государственной программы. Вот давайте приведем один пример. Есть на свете, ну, наверное, растения, известные всякому русскому, это ромашка, это целебное, лекарственное растение. Но можно ли ее использовать при том, что в Центробанке сидит Набиулина, а в правительстве системные либералы, которые, в общем, специально делают кредиты дорогими и недоступными вообще для реального производства. Вы знаете, почему сейчас в Российской Федерации приходится использовать не свою родную, а египетскую ромашку? Ну, ромашка – это такой, на первый взгляд, далекий от макроэкономической политики. Цветок очень нежный, очень красивый, очень полезный, один из символов нашей страны, но и он тоже, увы, отнюдь, не находится в стороне тех перипетий, которые определяют события макроэкономической жизни в нашей стране. Для того, чтобы вырастить ромашку, сельхозпроизводителям, так же, как производителям любого другого сельскохозяйственного сырья, нужен кредит. А заготовителям, для того, чтобы приобрести эту ромашку вовремя, тоже нужен кредит. Дело в том, что ромашка, в отличие от других видов сельскохозяйственного сырья, так же, как и целый ряд других эфирных культур, таких, как мята, например, они после сбора очень быстро теряют свои полезные свойства. Эфирность сырья такого уменьшается примерно на 30% в месяц, поэтому очень важно вовремя заготовить сырье, эфиромасличные культуры, душистые травы вовремя, непосредственно, сразу после сбора. Пока сырье существует в виде сырья, в виде листиков, эфирность теряется быстро. Но, если мы сделали экстракт, положили его на склад, вот там полезные свойства сохраняться могут очень долго. Это та самая сила лета, о которой говорят маркетологи. Только на этикетках, как правило, если посмотреть, оказывается, вовсе не сила лета, а сила германских химических концернов. В то время, как в России существуют технологии, которые позволяют сохранять эту силу лета. Но, увы, без надлежащей финансовой политики, в первую очередь, недорогих кредитов, для того, чтобы в начале года такие заготовители, как мы, могли бы закупить у производителей сырье, вовремя сделать экстракт и потихонечку продавать его в течение года. В таком случае мы могли бы выращивать вот такое сырье, как в частности ромашку, здесь, в России, загружая работой наше сельскохозяйственное предприятие, выращивая самую полезную, кстати говоря, из всех, которая только производится в мире. Это именно российская ромашка, которая производится на юге России. Но, увы, вот та ромашка, которую я сейчас держу в руках, она сделана из египетского сырья, потому что сейчас, когда мы снимаем передачу, на дворе март месяц, и свежего российского сырья просто нет. То, которое есть, оно уже хорошо полежало, и совершенно не годится для экстракции, поэтому приходится ввозить из других стран. Будь у нас доступный кредит, конечно, мы могли бы заготовить столько ромашки, сколько нужно, заблаговременно, и пользоваться ей в течение года. Таким образом, дорогие друзья, пищевой геноцид в Российской Федерации будет продолжаться, мы вынуждены это констатировать. Вот такие далекие, вроде внешне, для простого-то обывателя вещи, как макроэкономическая политика, как процентная ставка, учетная ставка Центробанка, они в конечном итоге ведут к продовольствиям и геноциду, к тому, что нас кормят, как лагерников, вот этими заменителями и рзацами. Каковы, как вы понимаете, жизни нам и здоровья не добавляют. Вот так макроэкономика вливается в настоящий такой тихий, необъявленный геноцид. И нам очень нетрудно предсказать, что будет при продолжении этого курса. Ведь торговые сети продолжат вместе с нашим заботливым, в кавычках, государством заставлять производителей фальсифицировать пищу, ну, ради ее удешевления. И это, в общем-то, уже практически не скрывается. Здесь файл 620 потабельно что-то говорит о том, что мелким производителям в сети сейчас не пробиться. Для них должна быть другая сеть, для них не должна быть торговая сеть, условно говоря, магнит, ашан. У них должна быть сетюшка региональная, которая работает в маленьком формате, работает на клиента, который приходит к ним в магазинчик, и им категорически, я подчеркну запрещено соваться в крупные федеральные сети, точно так же, как мелкому товаропроизводителям, категорически, это я подчеркну, экономический закон, это не потому что Потапенко запретил, ни в одной стране мира, и это просто экономика, невозможно, болты на АвтоВАЗ не поставляет кузнец, не потому что АвтоВАЗ плохой, потому что это технология, точно такое же, большая машина федеральных сетей никогда в жизни не должна работать с мелкими поставщиками, она должна работать с крупными транснационалами, а у этих ребят для них нету сетей, физически нету, у них, скорее всего, для них подходит, я в кавычки поставлю это слово, то, что я не видел их товары, я сужу столько с твоих слов, условно говоря, там какая-нибудь азбука вкуса, все, а там пятерочка, это не их формат, их там близко не должно быть. Ну, с Потапенко трудно спорить, он все-таки по торговым сетям ДОКа, действительно, нынешняя политика приведет к тому, что вот небольшим отечественным производителям здоровой пищи, вот в эти торговые сети монополисты будет фактически сейчас закрыт доступ. Наше предложение в связи с этим, первое, конечно, оно самое, самое, самое сейчас горящее, неотложное, нужны регионы, которые первыми додумаются провести политику создания у себя кластера производства здоровой пищи с чистыми этикетками. Второе, вы знаете, в тех же регионах надо создавать кооперативы вот таких небольших производителей, и даже больших и средних производителей здоровой пищи, эти кооперативы должны сообща под прикрытием губернаторской власти, под покровительством, пробиваться в торговые сети, заставлять и торговые сети брать эту продукцию. Уж поверьте, у губернаторов есть возможности заставить торговые сети немножко считаться с властью. разные рычаги, не будем в них углубляться, но знающие поймут. И, наконец, третий пункт. Нам, партии дела, нужно брать просто приходить к власти в стране. Я думаю, что в ходе вот этого системного кризиса такой шанс возникнет. Но если мы станем властью в Российской Федерации, то мы, естественно, очистим нашу страну от этих системных либералов, садистов, от тех, всех набиулиных, которые фактически сейчас с помощью вот этой, того, того, что они называют, макроэкономикой, с помощью своего монетаристского маразма устраивают не просто резню реального сектора, они устраивают геноцид нашего народа, в том числе с помощью фальсифицированной пищи, потому что это последствия всех вот этих вот главных, нескольких ключевых макроэкономических факторов, о чем не устает, говорит Константин Бабкин, лидер партии дела. Вот так мы намерены покончить с продовольственным геноцидом. Ну а пока каждый из нас должен, пока еще власть принадлежит вот этим системным либералам, этим системным садистам, надо спасаться на месте, в кавычках партизанским способом, и лучше всего начинать это в агропромышленных регионах Российской Федерации. До следующей встречи, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин